Привет! С вами снова проект о безопасности. Знаете ли вы? С наступлением весны каждый хочет навести порядок на своей дворовой территории, на дачных участках. Ну и конечно же самый быстрый и самый дешевый способ это сжигание мусора, сжигание сухой растительности, всех веток, листьев, которые пали еще в прошлом году. Но, к сожалению, как показывает статистика, этот способ не совсем безопасный. Поэтому тема нашего проекта выжигание сухой растительности. Как безопасно это делать и стоит ли делать это вообще? Как вы относитесь к выжиганию сухой растительности? Отрицательно. Я вот дачница и я никогда не выжигаю растительность. Во-первых, это вредно для здоровья, это вредно для экологии. Гибнут полезные растительность, животные, насекомые. Отрицательно. Могут гореть здания и могут также и лес гореть, и парки, ну вообще отрицательно. И даже насекомые, животные, птицы от этого страдают. Это дом для животных, и пища, и там обитают насекомые. Против? Почему? Потому что это, во-первых, заграждение воздуха, ну и пожароопасность. Можно пламя на дом перекинуться. А еще дадут штраф за то, что да, траву жигаешь. А какой же травы, знаешь? Большой. Против. Вот, видите? А почему? Потому что может пожар вот занести, и эти домотой ничего, а вот эта деревянная, может и загореться. Травы много, листьев много, выжигаете, да? Было такое? Нет. Ну а что делать? Сначала убирается, потом в бочке палится. Собирать пакеты, вывозить на мусорку. То есть сжигать не будем? Нет. Ну я, вы знаете, что складирую это все, накрываю черным нетканым материалом. На даче как поступали вот с этой сухой травой, листьями? Как быть? Никогда не жгли. Никогда. Собрать, переработать, это гораздо лучше, чем жить. Ну, землю обкапывают, траву, чтобы там у них стоит ведро, два воды на всякий случай, и они сжигают до тех пор, пока все не сгорит, и потом тушат водой это все. Все обложить место кирпичом, там песочком засыпать, чтобы вот так, чтобы не распространялось надо. 15 либо 20 метров от дома, на участке там, где нету травы и сухой, то есть либо обработанное, ну если на поле, допустим, которое перепаханное, и чтобы рядом стояла лопата и желательно вода. Ну, безветренная погода должна быть. Горит трава, что делать в этом случае? Супить надо, вызывать вас. Куртку снимаешь и просто ложишь на нее, нету кислорода, нету горения. А куртке не жалко? Да ладно куртка, главное лесно. У меня тоже был такой случай, я сухую траву у себя там на даче и возле забора, я думала, что я успею, нет, сразу тут моментально на забор перекинулся пламя. Лопата закопать, ну, землей присыпать, водой приташить. Силит пожар, да, конечно, надо. По какому номеру? 103. Что не вода, 101. И что, даже костры не полили у себя на даче, там костер, шашлык. Не, у меня, когда дети приезжали, надо было работать. Как мы сегодня выяснили, большинство людей негативно отзывается о таком способе утилизации мусора, но тем не менее статистика показывает, что люди продолжают выжигать сухую растительность и в некоторых случаях это приводит к печальным последствиям. Ну, а на сегодня наша рубрика заканчивается. Если вас интересует какая-либо тема, оставляйте ее в комментарии, а в следующий раз мы попробуем разобрать ее очень подробно. Берегите себя, своих близких и окружающую среду. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok